Музыка Представляемый проект федерального закона направлен на установление порядка в этой сфере, прекращение спекуляций оттока капитала за рубеж. Закон готовился профессиональным экономистами, является реалистичным и нужным в настоящее время. Проводимое в постсоветское время политика либерализации трансграничных перемещений капитала не дала положительного результата. Страна приобрела статус одного из крупнейших в мире нетэкспортеров капитала, то есть одной из стран-лидеров по вывозу капитала. Неблагоприятные внешнеэкономические факторы в сочетании с введенными в отношения Российской Федерации международными санкциями привели к усилению этого явления. Это оказало давление на курс рубля, что, учитывая фактическое самоустранение Банка России от выполнения своих обязанностей по обеспечению его устойчивости, привело к дестабилизации внутреннего валютного рынка, высокой волатильности, то есть изменчивости в падении курса рубля. С 30-32 рублей в начале 2014 года до 63-65 рублей за 1 доллар в настоящее время при этом имели место скачки курса и до 80 рублей и выше. В условиях сильной зависимости отечественной экономики от импорта, современного оборудования, технологии и конечной продукции, рост курса рубля привел не только к росту инфляции, но и падении жизненного уровня населения, но и снижении инвестиционных возможностей отечественных производителей дальнейшего роста несбалансированности структуры российской экономики. Предпринятая Банком России попытка стабилизировать ситуацию на валютном рынке за счет повышения ключевой ставки лишь временно сняла остроту проблемы на валютном рынке, но при этом в счет дальнейшего ухудшения условий функционирования реального сектора экономики и падения экономического роста. Действующее валютное законодательство, сверхлиберальное по отношению к тем лицам, которые осуществляют валютные спекуляции и вывозят капитал из России, противоречит национальным задачам инвестиционного развития российской экономики. Она в целом благоприятствует оттоку качественного капитала из страны, способствует притоку спекулятивного иностранного капитала, усиливает действия на российской экономике международных санкций, превращает национальную валюту в инструмент для спекулятивных сделок, повышает привлекательность спекулятивных операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, подрывает доверие рубля со стороны бизнеса и населения страны и ведет к росту внутренних цен и снижению уровня жизни населения. По статистике, в 2015 году отток капитала составил 3,7 трлн рублей, это четверть федерального бюджета, и это даже при условии, что данным цифрам можно доверять, что они не занижены. Утечка капиталов продолжается, так за январь-апрель утекло еще 832 млрд рублей, и это, конечно, требует принятия мер на государственном уровне. Проект федерального закона, разработанный депутатой Компартии Российской Федерации, направлен на устранение перечисленных недостатков и устанавливает. Приоритет интересов обеспечению устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка. Сочетание экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования с административными методами, принимаемые в случае недостаточной эффективности или оперативности экономических мер регулирования. Введение разрешительного порядка на совершение ряда валютных операций, не связанных с осуществлением экспорта и импорта товаров и услуг. Данная мера необходима для организации заслона от неконтролируемого вывоза капитала из страны. Введение ограничений на приобретение юридическими лицами, кроме уполномоченных банков, а также физическими лицами, индивидуальными предпринимателями иностранной валюты, кроме как для оплаты контрактов, кредитов и займов, уплаты сумм процентов и штрафных санкций. Это необходимо для предотвращения валютных спекуляций, при помощи которых обогащается ограниченный круг лиц, заинтересованных в постоянных и сильных колебаниях курса рубля. Применение дифференцированного подхода к величине открытой валютной позиции уполномоченных банков в зависимости от целевого характера совершаемых уполномоченных банков операций по приобретению и продаже иностранной валюты. Введение ограничений на приобретение резидентами и нерезидентами, а также физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на срок, превышающий 180 дней средств, подлежащих возврату в иностранной валюте. Обязательную продажу нерезидентами, физическими лицами 100% валютной выручки от экономической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, зачисленной на их счета, открытой в уполномоченных банках. И обязательную продажу резидентами, юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 100% валютной выручки, в зависимости от их, зачисляемой на их счета, открытой в уполномоченных банках. И повышение ответственности виновных лиц за нарушение валютного законодательства. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать законопроект. Он позволит нам укрепить экономику, ограничить рост цен, прекратить необоснованное обогащение финансовых дельцов в ущерб национальных интересов России. Давайте также сделаем так, чтобы Центральный банк эффективно выполнял свои обязанности обеспечивать стабильность курса рубля. Спасибо за внимание. Рассчитываю на вашу поддержку.